Рада приветствовать всех зрителей своего канала и сегодня показываю вам вот такую, ну можно сказать, конечно же и небольшую, но весомую для меня за последние буквально 2-3 дня творческие мои процессы, мои готовые работы, работы, либо наработки, набивание руки. Так как после того, как мы с дочерью начали оформлять досочки, в предыдущем видео показывала я, я действительно заразилась техникой гелиоширования и сегодня хочу вам поближе показать работы, которые я, ну, наверное, просто набиваю руку, пытаюсь как бы все равно это делать. Это очень необычно и различные, пробую варианты, насадки делаю сама, потому что я к старому выжигателю пытаюсь сделать насадки. Смотрю, конечно же, видео в интернете, как девочки меня делают там, изготавливают иглы и вот путем проб и ошибок, конечно, видно, что здесь уже просто пробую, как вот будет, если еще здесь типа кружева сделать. Ну, стараюсь, чтобы рука была более четко ложилась на ткань, так как это выжигание, все-таки, если ты неаккуратно приложишь выжигатель, наконечник выжигателя, то, конечно же, вся работа пойдет на смарку. Ну, хотя это такая техника, конечно, если точные какие-то работы выполнять, то, да, будет на смарку. Но если я вижу в этой технике такую, что здесь даже можно малейшие какие-то неисправности, что ли, не знаю, как это, вот малейшие недочеты, можно исправить и все это пойдет в плюс. Вот это я пробовала цветочки вырезать из разных видов тканей и припаивала вот к такой основе. Здесь все по краю тоже, ну, вот просто, как бы, вот не стежками, а вот прямо просто по краю проходила и просто припаивала вот эти ткани между собой. Мне, конечно же, нравится заниматься таким видом деятельности, но это просто различные виды тканей. И пробую, как они будут себя вести в тот момент, когда я создаю какие-либо изображения. То есть, вот в данный момент я цветочки, ну, начала что-то как-то так на цветочках, у меня вот цветочки, цветочки. Может, возможно, вот даже такую розеточку, что ли, как бы, похоже на розеточку. Здесь еще припаять кружево ажурное, здесь вот вырезать, если и можно к любой сумочке. Ну, так как у меня вот есть сеточки тоже из ткани, можно к таким сеточкам припаять вот такую, допустим, работу. И будет очень хорошо с такой розеточкой смотреться любая сеточка. Ну, либо даже на детские сумочки можно вот такую сделать, и будет очень оригинально, необычно. На ней объемные цветочки. Видите, в чем-то, как бы, сидят. Очень мне нравится, я прям в восторге. И вот одно из самых первых, первых, которые я только начала, это от шторы, отрез. И вот видно, что на ней очень хорошо, очень четко идет вырез края. И сейчас покажу у меня из последних. Вот, буквально вчера вечером сидела и пыталась вот здесь вот вырезать, но ткань уже не поддается так послушно, как, допустим, вот эта. Хотя здесь пыталась прикладывать трафарет и через трафарет, но вот оно все равно не укладывается в ровную поверхность и пережигается. Поэтому здесь я буду обрезать, вот эту часть ровно обрежу. И окантовкой, как бы, вот кружевом каким-то сделаю другим. Это вот такая салфетка рыбки. Видно, наверное? Трафарет у меня был вырезан из картона давным-давно. Это еще с дочкой ездили в Омск очень давно. Ну и вот я его сюда попробовала. Попробовала, как будет через трафарет. Конечно, здесь сейчас не видно, но, как бы, вот я всю ее припаяла. Всю ее, как бы, вот стежками прижгла, вот к основной ткани. И поэтому не так видно недоработки. А так, когда я убирала картон, оно прямо вот к этим местам, где я вырезала, оно прямо припаялось. И остались даже от картона, ну, что, как бы, вот бумажки здесь на этой ткани. Сейчас оно, конечно, выровнялось. И, в общем-то, доделать, когда ее, она, думаю, будет вполне оригинально смотреться. Очень необычная техника. И самое, самое, что не на есть. Вот первое, это сначала я одно кружево делала, потом пробовала другое. Вот третье отдельно вырезала. Вот такой кусочек, такой вот. А потом решила, говорю, ну-ка, я попробую их между собой спаять, соединить. И как оно будет смотреться. Соединила там, где остались какие-то, ну, вот видные места. Здесь вот я приклеивала, ну, припаяла, наверное, так буду это называть, этот процесс. И вот эту часть припаяла, вот такую серенькую. И здесь, получается, вырезанные были кружочки. Я вот их один на другой, один к другому так припаивала дорожкой. А здесь листочек тоже от другой работы. Сейчас покажу дальше. Ну, и здесь тоже пробовала, как будет вырезаться. И, смотря каким, где-то пробовала выжигателем, где-то пробовала паяльником. Поэтому, что-то получилось очень хорошо, а что-то не очень. Следующая работа вот такая, но тоже недоделанная. Это бабочка, трафареты, я не знаю, для тиснения, что ли, металлические. Вот этим трафаретиком вырезала ее. И здесь, получается, с этой стороны она вот в таком цвете. А с обратной стороны она вот такая. И тоже здесь вот нужно пустить какое-то кружево, чтобы она была в оформлении уже полностью. Здесь была у меня просто она ровная, а потом я решила напаять вот эти сердечки. Но это чисто пытаюсь изучить технику, как уже говорила, различные виды. Следующие вот такой. Такая салфеточка маленькая. Такую салфеточку можно использовать как салфетку под кружечку. Здесь вот напаяны вот эти кружочки. Вот эти вот листья дуба. Она напоминает зиму. Ну вот прямо на нее смотришь, и у нее сочетания такие, как будто снег. Здесь тоже пробовала листочек и тоже его сюда решила припаять. С обратной стороны она вот так, здесь вот шов припаянный. Вот это вот. Еще у меня, которая мне безусловно нравится была. Есть у меня пояс такой ажурный. И вот я пояс прикладываю и вырезаю металлический пояс. И вот так смотрится. Вот это вообще больше всех, наверное, мне нравится вот это. Когда оно все ажурно-ажурно, здесь вот листочки объемные, по три листочка по краям. И здесь тоже дополнила, как бы вот. Вернее, изначально вот эти листочки, и так как эти, оно, в общем-то, думаю, сочетается. Очень жду ваших комментариев по поводу моего нового вида творчества. Пишите, делитесь с людьми, если вам понравилось. Я сама окунулась головой. Мне, безусловно, понравилось заниматься геляшированием. Это тоже пробовала сеточку, вырезала и припаивала ее. Ну, стежки у меня, конечно, пока очень плохо получаются. Ну, я буду стараться. Самая, также оригинальная, вот такая салфеточка. Берем, чтобы не мешала. Вот. Вот как она выглядит. На основе просто и вблизи рассмотрим ее. Тоже вот вырезала отдельно цветочки и припаивала их к ткани. Мне даже нравится просто трогать, ощущать вот это вот, ромботы такие. Здесь рыбка ажурная. С обратной стороны, так вот выглядит. Кружева я припаивала. Тоже отдельно вырезала и припаяла. В общем, такая вот оригинальная салфеточка. И последняя работа, это вот такая салфетка. Ну, здесь нет объемных элементов. Здесь только припаянные рыбки и кружево вырезанное. Вот это кружево вырезанное. Вот платье, я не знаю, как называется ткань. Но вот сейчас как раз она вошла в моду. Поэтому она вообще не натуральная. Там нет ни доли натуральности. И она очень четко по ней прорезается. Не жгется. В отличие вот от этой ткани. Вот здесь вот оно очень неудобно. Ну, видимо, здесь что-то присутствует. Хотя, не знаю. И вот эта ткань, не знаю, как ее назвать. Типа спандекс, это мне кажется. Ну, вот она прямо горит. Вот по выжиганию, по этим местам видно, что прямо черные такие окаймления идут. И от нее прямо гарь идет, когда выжигаешь. Ну, я больше такую не буду. Но хотя оно в сочетании смотрится очень хорошо. Если к такой не очень послушной ткани припаивать рисунок, то получается очень даже неплохо. Потому что оно припаивается хорошо. Здесь я пробовала уже просто, как иголочка, сделала иголочку прямо на кончик выжигателя. И прямо вот этой сегодняшней ночью я выжигала. Вот это вот припаивала. Ну, в общем, я с вами поделилась своими последними мыслями, своими последними работами. То, чем я увлекалась, ну, буквально последние дня три-четыре. Это я делала вечерами, ночами. Днями, конечно, не занималась фактически этим. Но просматривала девочек, кто занимается геляшированием. Ну, на этом буду заканчивать. Если вам понравилось мое новое творчество, которое захлестнуло меня с головой вот на данном этапе. Хотя в планах все же вязать. И сейчас нам предстоит поездка в Катайский реабилитационный центр. Будем вести видео уже оттуда. И если я там что-то буду творить, если буду снимать какие-то мастер-классы, либо делиться с вами своим творчеством, в момент нахождения в реабилитационном центре, я вам обязательно все буду рассказывать и показывать. На этом заканчиваю свое видео. Надеюсь, вам понравилось мое творчество, так как оно возможно передать какие-то свои подсознательные, что ли, вот именно не взять откуда-то, а именно из подсознания вот это вот идет. И сочетание, соединение одних деталей с другими настолько вот можно фантазировать в этой технике, настолько она необычна. Причем я уже даже сходила, ну просто проходила по рынку и наблюдала там платья. И причем я заметила, я раньше не замечала, сейчас я заметила, что много есть изделий, в которых вот именно вот такие вот выбитые, я не знаю, выбитые или выжжено это. Ну там, конечно, по-другому наверняка, это не просто выжигается, а может какими-то приборами, так как на изделии это, конечно, на продажу уже сложнее сделать, ну хотя мне хочется попробовать. я даже нацелилась уже на несколько изделий, которые я хочу сделать в такой технике, но пока нужно набить руку. Я вас всех люблю, до новой встречи, рада была снова с вами пообщаться. Пока-пока.